Активное лето по традиции начнется 1 июня. Именно к этой дате все пляжи должны получить паспорт готовности. Кроме того, сама территория должна быть комфортной с зонтами и лежаками. На пляже обязательны посты сертифицированных спасателей. В период проведения мундиали эти дежурства будут круглосуточными. Система видеонаблюдения в рамках антитеррористической безопасности требований номер один. Установлено сейчас 500 камер. Чтобы не получилось так, что камеры установили для галочки, начинаем смотреть камеры. Либо качество очень низкое, либо они поставлены так, видно только там какой-то кусочек тротуара, сам пляж не обхватывает. Водолазами должно быть обследовано дно. Те, кто не успел выполнить все из намеченного, пообещали в ближайшие дни исправиться. С проверкой к ним придут 28 мая полицейские, сотрудники госинспекции по маломерным судам, Роспотребнадзор, представители администрации. И если вы согласовали паспорт безопасности, то по этому паспорту безопасности должны проводиться мероприятия. То есть не просто бумажку положить, у меня есть. А ваша текущая деятельность должна в полном объеме соответствовать паспорту безопасности. Понятно это? Необходимо на пляжи и камеры хранения. Но к этому сезону арендаторы пляжей с поручением не справились. Хотя сотрудники полиции просят ускориться в этом вопросе. Потому что чаще всего мелкое воровство происходит именно на пляжах. Охотятся в основном за телефонами. В Сочи свыше 100 санаторных пляжей и 85 муниципальных. Многие арендаторы за свои средства производят отсыпку и полностью благоустраивают пляжные территории. Некоторые установили аттракционы, другие сделали выездную библиотеку, третий будет приглашать аниматоров. Каждый пытается обустроить отдых гостей с комфортом. В этом году на сочинских пляжах установили баки для раздельного сбора мусора. Такая система впервые будет опробирована на курорте. Все пляжи в этом городе Сочи перешли на раздельный мусор. Это безоходное производство. Стекло перерабатывается, пластик перерабатывается. Потом мы из этого пластика шезлонги покупаем. Ну и так далее. Уже Япония много лет, больше 20 лет работает на этом. Вот мы решили наш город начать с пляжей. К пляжному сезону готовится и здравоохранение. Летом на курорте будет работать не 50, как в межсезонье, а 90 бригад скорой помощи. Кроме того, усилит контроль за ввозом контрафактного алкоголя. Елена Авсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.